Сегодня поговорим о том, чем мы живем и дышим. Причем буквально. На Добаканом и Черногорском снова включен режим черного неба. И эти два хакасские города традиционно находятся где-то на первых строчках российских антирейтингов по загрязненности воздуха. Об этом воздухе сегодня и поговорим. Меня зовут Всеволод Пименов. Я Эдуард Иванов. В эфире программа «Ясно». И сегодня ее название актуально как никогда. Что нужно сделать, чтобы в наших городах было ясно. Что должна сделать региональная власть, чтобы в наших городах было ясно. И что мы все с вами можем сделать, чтобы в наших городах было ясно. Но в начале, Сева, я все-таки рекомендую начать с терминологии. Ты упомянул термин «режим черного неба». Но этот термин придумали для красного словца. Это журналисты сделали. Но по науке он называется «режим неблагоприятных метеоусловий». И вот эти неблагоприятные метеоусловия, что характерно в Хакасе наблюдается каждую зиму. За счет того, что мы находимся в котловинке, зимой это у нас и происходит. И среди прочего, кстати, отмечу, этот режим он рекомендует промышленным предприятиям снижать на определенный процент количество вредных выбросов. Сева, я даже дополню тебя. Не то, что рекомендует, а обязывает. На предприятии составлен план при объявлении режима «черного неба». На какой процент они действительно обязаны снизить вредные выбросы в воздух. А иначе? Иначе, здравствуйте, к вам придет прокуратура, проведет проверку и административно накажет. Но сейчас я еще, Сева, предлагаю послушать, а что происходит в эти дни с нашим воздухом. Почему он становится таким застойным? Почему образуется это вредное для здоровья взвесь? Предлагаю послушать начальника отдела гидромедцентра Хакасе Татьяну Иванову. И добавлю от себя, что Татьяна Иванова расскажет об очень важном, краеугольном для понимания причин загрязненности воздуха явлении. Это явление называется инверсия. Смотрим? Смотрим. На территории нашей республики у нас устанавливается инверсия. На данный момент она составляет 18 градусов. Это достаточно большое одеяло, которое не способствует турбулентному перемешиванию воздуха. Поэтому все то, что у нас опустилось в котловину и находится под этим слоем инверсии, то есть эти все загрязняющие вещества, они как раз и загрязняют нашу атмосферу, мы этим дышим. Наша лаборатория гидромедцентра наблюдает за 8 ингредиентами на трех костах. Два в Абакане и один в Черногорске. Сюда входят взвешенные вещества, в том числе пыль, сероводород, формальдегид, бензопирен и другие. У нас, как правило, в зимний период загрязнение по бензопирену, а это как раз продукты горения и транспорта, в зимний период они, конечно, превышают. Бывает и ПДК, предельно допустимые концентрации. Ну вот смотри, с тем, чем мы дышим, мы разобрались, мы дышим бензопиреном. Давай теперь посмотрим, откуда этот бензопирен берется. Я посмотрел данные Минприроды и три основных источника приводит статистика. Это автомобили, это промышленные предприятия, это печи частного сектора. Как думаешь, кто главный, кто в лидерах? Я думаю, все-таки промышленные предприятия, учитывая колоссальные объемы производства, я думаю, они больше всех портят воздух в нашей медицинской котловине. Они очень сильно портят воздух. Более 40% выбросов бензопирена на их совесть. 41% с какими-то там десятыми. Автомобили обеспечивают 1,4% вредных выбросов, а в лидерах почти половина, 47,4% это печь частного сектора, к сожалению. Ну, Сева, ты серьезно, у нас что, опять печка виновата? Ты был сегодня на улице, мороз видел, предлагаешь не топиться, сидеть в холоде. Ну, почему не топиться сразу, Эдуард? Ну, почему не топиться? Я предлагаю рассмотреть какие-нибудь альтернативные варианты, они же есть. Ну, самая лучшая альтернатива это газ, но газ не про нас. У нас нет газа. Если ты представишь мысленно перед собой карту Российской Федерации, увидишь нашу Сибирь и газ, у нас можно посмотреть где? На родине газа это Тюмень и Ямало-Ненецкий автономный округ. И еще немного, конечно, европейская часть России, но сюда, за Урал, к нам никто не пойдет, потому что это дорого, газифицировать сибирские регионы. И поэтому у нас здесь в Красноярском крае, у нас здесь в Хакасии, но мы привыкли топиться углем. Ну, да, соглашусь. Ну, опять же, есть еще Чукотка-Магадан, куда газ вообще, наверное, никогда не попадет. Но, ладно, газ. Есть же электричество. Электричество есть по всей стране. Ну, электричество, опять же, учитывая, что Федеральный Центр нам опять повысил плату за свет, получается топить, если топить электрокотел, он в несколько раз дороже, чем уголь. И если я, как рачительный хозяин, учитывая семейный бюджет, буду выбирать, чем мне топиться, электричеством или углем, я забуду про экологию. Мне нужно кормить семью, я выберу уголь. Но здесь, мне кажется, выбор обусловлен даже не столько дороговизной, сколько вот боязнью человека сломать привычную парадигму и встать на какие-то новые рельсы. Вот у нас сейчас в Хакасии, например, правительство субсидирует электрическое отопление. То есть вот сейчас в рамках программы по субсидированию топиться углем и электричеством по деньгам выходит то на то. Сева, 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 ну ты все-таки должен сказать, что первое, это эксперимент. Я повторяюсь, это эксперимент, и он проходит на базе двух-трех сотен домов. Говорить о повальном снижении стоимости киловатт-часа при энергоотоплении, ну не приходится по всей Хакасии, это все-таки эксперимент. Да, но, во-первых, я очень надеюсь, что этот эксперимент окажется удачным, из него будут сделаны какие-то далеко идущие выводы. Во-вторых, что эксперимент, как обычно с успешными экспериментами бывает в какой-то момент, перестанет быть экспериментом и станет нормой жизни. И я предлагаю сейчас со специалистом обсудить, как, собственно, это все происходит. У нас сегодня в гостях представитель Минприроды Хакасии Екатерина Большакова. Предлагаю с ней об этом поговорить и узнать, как работает программа, как работает и как идет эксперимент, и есть ли какие-то результаты. Екатерина Николаевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот у этого республиканского пилотного проекта по переводу частных домовладений на электроотопление. Какая механика, собственно, как это работает, что надо, чтобы туда попасть в эту программу, и какая в итоге выгода домовладельцам? Пилотный проект у нас реализуется в рамках предоставления Абакана и Алтайского района субсидии. Ну, 50 на 50. Половина оплачивает город, половина республика. Домовладения, которые могут поучаствовать в пилотном проекте, должны быть сданы в эксплуатацию, зарегистрированы в установленном порядке и имеют технические условия для отапливания электроэнергии. То есть у меня все должно быть сделано для электроотопления, но я просто получаю льготу, скажем так, на оплату электроэнергии. Снижение размера платежа за электроэнергию, компенсация до 1 рубля за 2 ватт в час. А при равных прочих условиях, допустим, ту зиму я топился углем, сегодня я в эксперименте, живу в Абакане и топлюсь уже светом. Для меня лично есть выгода? Ну, с учетом компенсации, размер оплаты будет равносилен углю. А тогда в чем главный смысл эксперимента, если я, скажем так, ничего не выигрываю? В удобстве. Ну, то, что воздух становится чище, и в том, что не нужно каждый день по несколько раз набирать уголь, растапливать печь, чистить залу, сажевить. Привозить его, разгружать. А вы изучали, какая сего, кого перенимает этот опыт? Откуда берете данные, откуда родилась идея? Ну, вот в Красноярском крае живут, и в рамках участия в пилотном проекте, именно, не в пилотном, а в чистом воздухе, в федеральном проекте «Чистый воздух» ЧИТА. А вот федеральный проект, вот этот «Чистый воздух», есть какая-то поддержка, скажем так, со стороны Российской Федерации всей, для нас, для Хакасии? Да, с 1 сентября 2023 года мы вступаем в пилотный проект. Он предполагает там несколько этапов проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в городах Апакана, Черногор, оценку рисков для здоровья, перечень мероприятий, которые необходимы выполняться предприятиями городов, ну и разработка комплексного плана, уже в рамках которого вот мы будем реализовать, также продолжим реализовать пилотные проекты по переходу на электроотопление в частности. Пилотный проект внедрен постановлением Президиума правительства Республики Хакасии за номером 147П, в нем определены параметры пилотного проекта, в том числе, какие домовладения могут попасть в сам пилотный проект. Это домовладение должно быть сдано в эксплуатацию, зарегистрировано в установленном порядке, ну и иметь технические условия, чтобы отапливаться. Ну, то есть это готовый дом. Да, готовый дом. Можно переуточнить про электроотопление? Зима закончится, да? Это неизбежно. Вот хозяевам потом вновь придется платить полную стоимость за свет, то есть уходить на уголь, то есть здравствуй, уголь опять. Здравствуй, опять черное небо. Ну, учитывается отопительный сезон. Ну, то есть компенсация предоставляется с учетом отопительного сезона. У меня вопрос, какое будущее вот у этого эксперимента? Этот год мы проживем, а на тот год он будет продолжаться? Да, будет. Сейчас субсидии предусмотрены до 2025 года, а уже в последующем мы планируем реализовывать данное мероприятие в рамках федерального проекта «Чистый воздух». А вот кроме электроотопления какие-то еще направления в рамках этого проекта есть? Расскажите о них вот кратенько. Что там еще? Да, вот с 1 декабря в районе ГАЛ города Абакана мы запустили пилотный проект по использованию бездымного топлива. Это что? Это уголь, из которого убраны все вредные примеси. И получается, он горит дольше, и КПД у него выше. То есть, а вот обычный горожанин, домовладелец, может же позволить себе такой уголь просто купить и топиться вне рамки программы? Ну, в настоящее время на территории республики не реализовано, пока продажат. То есть, его просто так не купишь? Мы пока вот в рамках пилота раздали безвозмездно, чтобы люди месяц попробовали, ну, оценили, высказали свои плюсы и минусы тоже. Это немаловажно для нас тоже. А какие-то результаты уже наблюдаются и по бездымному топливу, и по электричеству? Есть, скажем, какой-то промежуточный итог, который вы, как Минприрода, можете озвучить? Так как пилотные проекты были запущены не так давно, по электроотоплению можно уже с учетом расчетов сказать, что 253 дома по бокам не подключились, да, и согласно расчетам... Воздух чище стал? Воздух стал чище на порядка 70 тысяч, ой, 70 тонн, ну, вредных, как это известно, очень. То есть снизился, снизилась... Это вот если в сколько раз, можно сказать, чем до этого? Как потрогать эту массу 70 тысяч? Непонятная цифра. Полтора процента. На полтора процента. Ну, 40 тысяч тонн у нас показывает в общем по городу. На 7 тысяч снизилось? То есть, ну... Нет, нет, там тысячи, вот видите, просто тонн. На 60 тонн. Екатерина Николаевна, спасибо, огромное спасибо, что пришли в нашу студию, и спасибо за крайне полезный познавательный разговор. Спасибо. Спасибо. Еще раз большое спасибо нашему гостю за беседу, но на проекте без дымного топлива я бы остановился отдельно. Я повторюсь, это еще эксперимент, и отзывы о нем у владельцев домов пока не самые лучшие. Давайте их послушаем. Давайте. Если перечислить плюсы, вообще какие для себя отметили? Ну, пока никаких, только дыма нет. А из минусов? Из минусов, но вот весь он сразу... Ну, в смысле, как он? Весь загорает до верху, вот видите, у меня какой... Для котлов я не знаю, мне кажется, он... Может быть, для печек, для каких-то... Для котлов нет. Не подходит. Обычный уголь, он осыпается? Горит, там тепло проходит, он опять осыпается. А этот до верху взялся, и весь он в огне. Поэтому... Пока минусы, не знаю, посмотрим. Может быть, я не приспособлю. Ну, я только сутки вот начала топить. Дыма действительно нет? Ну, ты это... Знаете, когда засыпаешь сразу, где-то минут 10-15, он есть... Ну, не такой, как от угля, намного меньше. Ну, вот и сейчас вот, можно сказать, что где-то... Она вот сейчас топится, да? Да, сейчас топится. То есть, это вот сейчас такой эффект. Ну, сейчас вот, в данный момент топится, вот буквально где-то минут 15-20 назад она засыпалась. Ну, отзывы, конечно, отзывами, но ты же не будешь спорить, что, ну, результат уже какой-то есть. Ну, я соглашусь, фраза какой-то, это пока предварительный, даже промежуточный, ну, крайне промежуточный результат. Ну, вот, ну, это, видимо, ощутимый результат. Дыма только началась. Это и сами люди фиксируют, и замеры Минприроды это подтверждают. Это раз было. Незначительно, но подтверждается. Второе, да. Второе, да, второе, ты правильно сказал, это только началось. Мы только начали топиться бездымным топливом. Но, но этот эксперимент, он же когда-то, вот, стадию эксперимента пройдет и выйдет на стадию повсеместного применения, повсеместной эксплуатации. И самое-то главное здесь, что есть движение вот в этом направлении, в направлении очистки воздуха городов Хакасии вот от этого всего. А там, где есть движение, там, я считаю, неминуемо будет и прогресс. Я думаю, самым лучшим результатом станет тот, когда города нашей республики навсегда покинут антирейтинг Российской Федерации по загрязнению. Это и для здоровья полезно, да и люди Хакасии будут рады. Но если власти Хакасии это сделают, это будет отлично. Ну, давайте скрестим пальчики и будем на это надеяться. Пожелаем всем чистого воздуха. Пусть всегда будет ясно. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok